доброй ночи неожиданно для меня тоже неожиданно что высвободилась веримечка я сразу к вам долго долго сообщают вам а что в неожиданном эфире привет 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 родненькие очень не хочется конечно так так надолго пропадать я сама себя иногда не вижу привет церберушка наши от уточки привет из казахстана ждали ждали и сама ждала у меня не прекращается поток и друзья и работа и все и все все ура 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 удачно зашла ну что родные новолуние вы получили свайпы есть кто переживал что не будет новолуние для всех сегодня есть и ссылка все есть я же как я могу вас забыть просто когда делаешь на углубленный и на крэйзи это там просто очень много работы как я говорю дороже платят больше работы делают поэтому там нужно было выверить все эти нюансы так все уже собираемся но здесь конечно сейчас мало народу не усеклись и инстаграм какую цифру выбрать какую цифру надо выбрать те же здесь цифры раздаем что ли я могу только подзатыльники раздавать иногда пинки одесса приветствую так на самом деле я вышла поругать новенькая слуха сюда попала во время я вышла поругать и немножко включить ваши мозги ко мне приходит моя знакомая и говорит хотим а вот так вот так у моей близкой подруги у нее начались 4 месяца или там 5 месяцев назад панические атаки связи с событием у нее это еще больше усилилось что сделала она ну во-первых она пошла по всем бабкам наш шаманом и всем остальным вот потому что и кажется что что-то не то кто-то вселяется в нее что-то происходит второе она пошла и заказала себе в очереди отстояла сделала себе регрессивный гипноз то есть гипноз который погружает состояние человек идет якобы по прошлому жизнь гулять искать причину всего того что есть родные мои пусть это будет достаточно жестко вот что я вам скажу если у вас уже началась паническая атака и вы находитесь в клинической картине панической атаки вас начинается сердцебиение чувство страха вас начинает колбасить вы беспокоитесь чувство смерти страха смерти все остальное родные вы уже в эпицентре события и прежде чем ходить по шаманам и ходить по регрессологам вам нужно понять причина откуда она идет и вообще что такое паническая атака это чисто можно сказать медицинский диагноз ну он конечно ближе психиатрии но тем не менее мало того у этого у этого диагноза как такового есть причины большинстве случаев это стресс гормональный сбой как вы можете ходить энергетически что-то там делать если вы биохимию органику тела в этот момент времени никак не контролируете я почему-то говорю потому что я спросила находилась давать анализы показатели у нее есть мы электромагнитные у нее есть баланс микроэлементов внутренних там витаминов аминокислот всего того что за счет чего работает организм и нервная система нет медицина это херня я понимаю медики уже заработали себе слова я тоже по ним прошлась большим катком таким но тем не менее есть объективность у нее была стрессовая ситуация развод с мужем потеря мамы в ковид она переболела ситуация с к видом у нее организм на грани психоэмоционального истощения психического истощения гормональный фон изменился на стрессе произошел произошла такая как говорится не только стричка на блокировка нарушился обмен веществ гормоны стали работать стихийно и внутри начинается вот эта паника во время не поступает кислород во время не поступает кровь не хватает внутреннего внутренней силы чтобы выбрасывать кровь из ног и чтобы все было хорошо все это нужно приводить в порядок а потом уже заниматься шаманами экстрасенсами бабками и эрогрессивными гипнозами это то что касается с медицины когда вы с медициной разобрались и медики уже говорят у вас пакондрия либо говорят это вас привычное состояние вы сами его вызывают у себя пожалуйста психотерапевту они вам мозги на место поставят и скажут что с этим делать но само по себе паническая так она имеет еще энергетическую основу но для начала чтобы работать с энергией у вас биохимия организма должна быть максимально в норме потому что не хватит вашего энергоресурса для того чтобы работать через энергию восстановить это все если внутри биохимии все микроэлементы и гормоны работают максимально хотя бы приближе на нижней границе норма тогда можно работать и с головой работать можно и через психотерапию можно работать с соматикой все остальное искать знаете ни один не один вам регрессолог и психолог не поможет если у вас начинается перитонит и у вас уже разорвался аппендицит ваше внутри начинает процесс гноения вы сдохнете вовремя нужно все делать нужно не доводить себя до этого состояния или когда вы понимаете что стресс вот это истерика это роскошь вы убиваете свой организм изнашивайте насилуйте его когда вы это поймете тогда вы будете останавливаться и не уходить вот в это состояние наслаждения печалью как я говорю во время тормоза включаете и быстро ищите кто у вас немножко удержит тогда еще на начальной стадии можно помочь вы когда понимаете психосоматику вы понимаете причину этого всего и ее исцеляете ну то есть не допускаете и понимаете и и потом уже все остальное делается но когда вы находитесь в острой фазе панической атаки она уже несет внутренние органические изменения какого хрена вы идете к регрессологу вам говна сегодняшнего мало вам нужно еще взять проблему прошлых каких-то там жизней там сегодня разобраться не можете так еще и толще узнать вам что легче станет либо вы думаете что у меня паническая атака так а потому что меня в 1520 году какая-то корова напугала из-за или же там обослала мне на голову из-за этого у меня теперь как я только корову вижу у меня начинается паническая атака что что это изменит мало того куда вы попадаете какую там из прошлых жизней то у нас всех великие все петры первого или екатерины вторые как я говорю николай вторые родились свинарок и пастухов вообще не было в это прошлых жизнях такая же история но это отдельно у меня книга готовится будем думаю через года два-три и выпущу поэтому прежде чем куда-то гулять со своими паническими атаками перед истерьями приведите просто свою нервную систему в нормальное состояние поймите из-за чего это у вас происходит я давала вам в тик токи есть можете просмотреть и здесь давала как через управление дыханием через настройку физически тело не энергетически в первую очередь а физически остановить посмотреть в одну цель собраться то есть вы делаете действие мозгу даете задание не не реагировать на вот это то что происходит внутри а внешнее задание распределяете внимание где внимание там происходит процесс вы отвлекаете как бы свой мозг от того процесса который у вас есть внутри напротив помогать успокаивать всегда ищите в первую очередь физиологическую причину если с энергетической точки зрения разбирать что такое паническая атака не беря вот то что происходит сейчас инфодемия когда она вот нас просто на куски рвет все наши тонкие тела в обычном состоянии это человек с точки зрения энергии попадает в разнополюсное пространство вот представьте часть ваша вы стоите с одной стороны двери видите здесь бассейн там душ и все остальное с этой стороны коридор видите вот вы как бы пополам здесь вам жарко здесь вам холодно вот тогда начинает вас немножко потрясать как попало получается в разных пространствах вы находитесь это первое понятие второе понимание я вам сейчас говорю с исторической точки зрения на понятном вам языке не углубляясь в детали механизмы потому что эзотерика это на у вот такой научный можно сказать труд который ну не признаны понятное дело вот второе понятие это когда вы находитесь с одной стороны у вас одна информация другой стороны другая информация и она вашей башки не может сложиться вы из-за белых вы из-за красных вы из-за зеленых вы там из-за черных вам без разницы вы не можете разорваться я или красивая или умная и вот в этот момент времени начинает расшатываться стержневой структуры внутри вас нет не надо быть ни за кого не надо быть ни с кем надо быть самим собой и вот тогда не будет вот эти все формы расколбаса причины всегда есть и если вы занимаетесь вот если вы в острой фазе вот это в панической атаки идете вы к регрессологу вот заниматься тем чтобы вас погружали в состоянии вы уходили туда-то вы должны понимать вы можете можете прийти с отягощенным состоянием потому что вы не знаете что куда вы попадаете какое тонкое пространство вас и так колбасит как я не знаю как на вертеле да так вас вы попадая туда не знаете какие эмоции какие картинки вам выдаст мозг как какие какую информацию выдаст ваше ваше сознание подсознание которое накоплено и что вы там увидите увидели причинах хер с ним нашли и что вы сделаете когда у вас нет энергии когда у вас нет силы когда у вас нет духа внутреннего вы еще больше можете зайти еще непонятно кто вас вводит в это состояние и как вас ведет по какой-то же работа тонкая вот вы вышли оттуда вы поняли эту причину вы прошли вот представьте на скоростном лифте на сверхзвуковое да да это сверхзвук прошли вы прошли туда и обратно энергия опять нет ваш платить и чем-то вы платить своей энергии вернулись и что делать вы наполнились вы поняли вы все уже знаете вы так быстро можете мозг переориентировать нервные окончания которые очень тонкие при панических атаках они же могут цинь 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 лопаться знаете почему бывает такое состояние у человека у него там давление высокого у него там прямо ему плохо умирает потом раз в один момент хопа у него давление хорошее все хорошо он улыбается все хорошо все блокировка нервных окончания произошла все у человек потерял определил у него и шемия началась головного мозга поэтому получается что вы даже можете не подготовлен вы вышли оттуда вы какой-то можете эйфории быть вы нашли что там корова когда на голову он насрала из-за этого у вас такая паническая атака когда вы видите как если коричневая машина едет она на корову похожа у вас начинается паническая атака все это можно найти все это можно объяснить за счет чего это работает да что вы дальше будете с этим делать даже все равно любой психотерапевт любой регрессолог ни за что не отвечает он скажет теперь вам надо с этим разбираться равно вам с этим вот этим говном которая корова сделала сегодня здесь разбираться и делать поэтому прежде чем туда путешествовать либо прежде чем ходить снимать себя вот эти все порчи и все остальное знаете это снимается энергослой с вас а трясет в панической атаке потому что энергии нет какие слои снимать лук уже вычитайте что все почищено это берут снимают уже оболочку съедобную в принципе и что с этим делать поэтому вы себя можете сейчас в этот период времени последние вот эти два года еще ближайшие полтора два года очень опасно попадать в эти истории потому что вы очень и очень тонкие укрепить дух надо купить энергию надо если вы уже в панической вот этого ситуации обязательно нужен человек специалист который вам поможет хотите если это практики пожалуйста практикуйте делайте но знаете она обязательно должно быть через физические какие-то действия обязательно хоть коврик вот этот купите там для детей где покалывание по ногам идет аппликатор кузнецова вам нужно физически пробуждать нервные окончания для того чтобы перетягивать внимание из этой острой фазы если вы не хотите приводить себя в порядок понимаете вот эти все ваши неврозы вот эти все вот неврозы вы пожалуйста вам сходить психиатрию один за одним вот эти неврозы это уже неврологическое отделение отдыхает это уже грани туда вы и вы насилуете себя вы себя убиваете на хрен вам это не надо из-за того что вы сейчас очень много думаете о том чем что вас не касается что вам не нужно вы это просто пломбируете у себя в генетическом коде и это будет передаваться уже кто молодой своим детям она будет там фиксироваться почему вы все верите в то что если женщина девственница вышла замуж то она рожает генетически чистое по это потомство а если она до брака переспала с кем-то сделала не дай бог аборт и выходит замуж то дети в этом браке будут зараженные потому что она уже несет антитела и это тех мужиков с кем она переспала выборе 6 верите до вижу это понимаете генетически почему вы не верите вот в это состояние почему вы не понимаете что своим собственным стрессом нервозностью вот этими всеми паническими истериками вы убиваете и просто было будто утрамбовываете в свое геном информацию об этом и отдаетит своим детям там будете переживать а чонка me так относится чуть мне на хер посылает вот это я и молодежи которая часть вот в этом состоянии непонимание нее либо красивые либо умный начинают это колбасит разные стороны, и не знает, куда бежать, куда спрятаться. Поэтому, если вы понимаете, не должно быть двойных стандарт, если вы понимаете, что это так, да, девственница должна уходить, мужики там все остаются, отпечатываются, все остальное, да, если вы понимаете, что вот то же самое, что вы делаете со своим организмом, грубо говоря, вы его тоже, ну, занимаетесь с ним сексом. Только кто получает удовольствие, я не понимаю. Организм точно не получает удовольствие, но мозг издевается, и, наверное, кайфует, и еще ставит вас в рабство от этих всех ситуаций, а ему еще нужна такая вибрация. Поэтому любые практики, которые вы делаете, пожалуйста, делаются на укрепление, укрепление сознания, расширение сознания, если вы хотите, да, заниматься дальше больше, укрепление внутреннего стержня, быть в состоянии духа. Вот это, да, это как закаляться, чтобы не простудиться, обливание холодной водой. Вот так же и в энергиях бывает. Блин, а малина! Вот, тоже такие стрессовые ситуации. Но, опять же, укрепление идет организма, устойчивость идет организма. А не то, что вы там где-то спичечки пожгли, еще что-то сделали. Кстати, я почему еще, вот здесь, просто генеральную уборку некоторые, ну, те, кто заказали, начинаешь делать. Бог тому, какая генеральная уборка, там ассенизаторов надо вызывать. Там такой... Ладно, это отдельная тема разговора, это уже не для всех. Поэтому, пожалуйста, прежде чем искать какую-то причину в предках, искать причину, там, в бывших каких-то там историях, сразу сегодня, понимаете, у вас перитонит, у вас разорвался уже аппендицит. Сходите к врачу, сделайте операцию, почистите, приведите себя в порядок, потом разбирайтесь. Уберите у себя состояние паническое, вот этой атаки, которая есть, активная фаза, а потом разбирайтесь. Это, знаете, битая и небитая везет, то ли сдохнет, то ли помрет, непонятно. Дальше больше у нас, то с точки зрения энергии, энергия становится жестче, ну, если так можно взять, да, восприимчивость наша становится тоньше, и поэтому, получается, радиационный фон энергии увеличивается, а мы все головой, в одну сторону, в другую сторону, даже я говорю, вот, смотрите перед собой, вот, своя жизнь, вот, смотрите перед собой, и своей дорогой идите. Вот, если каждый будет идти своей дорогой, поле будет пропахано вовремя урожаевого пассажа, все будет сделано. А пока вы туда, ни вашим, ни нашим, вот, уровень жизни своей, просто-напросто, вот, в этой суете, вы сокращаете, по крайней мере, радостный уровень своей собственной жизни. И этого достаточно для того, чтобы быть в целости себя, и переводить, вот это называется экология. Ну, там, вот, у нас сейчас, вот, в середине-то апреля, когда эти Нептун с Юпитером-то, у них там будет вась-вась, когда они встретятся. Это же взрывоопасная смесь. Они встречаются там. Энергия этих двух планет, плазмоидов планеты, энергии, она идет радиационно, ну, так, просто, представьте, вниз, мы все под ним. То же самое, как дождь идет, там все, можно укрыться, можно зонтик взять, можно дома сидеть. Но, тем не менее, даже ваш дом будет в одну, если дождь идет, мокрый. Так же и наши тела. Поэтому энергия эта проникает, и мы в этой энергии находимся. Мы ее используем, либо, блядь, во благо, используем силу противника, либо больший объем энергии для себя. Делаем то, что нам необходимо. Включается, либо в этот момент, паника, истерика, включается состояние, как будто бы тебя размазали, паническая, так, а такая же. Все, все, мы не живы там, все, все это вообще, да? Просто объема, много энергии, страх возникает, да? Либо мы сконцентрируемся, мы получим внутреннюю идею, план реализации, рост расширения, увеличения. Как в этой ситуации выжить? Понимаете? Я считаю, что кто со мной, кто со мной, да? У того выбора нет. Они выбирают то, что надо выбирать. Те, которые там вот где-то еще хотят немножко поиграться в эти игрурки, пожалуйста. Кстати, 9-го, 10-го, 9-го числа будет для новичков первая, вторая, кажется, ступень рейки. Десятого числа у меня будет вторая ступень круг поддержки и подмастерия. Мы как раз к 12-му, там нормальничко все подготовимся, у нас все хорошо будет. Вот. Все, кто не может, с разных городов, пожалуйста, 1-го апреля, день, 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 это юмора и шутки, да? День смеха. У нас будет новолуние. Но там будет не до смеха ни разу, конечно же. Вот. Поэтому все, кто участвует, вы получаете инструкции, там все есть, там глубокие внутренние процессы, вы сами с этим разберетесь, там все очень подробненько написано. Те, кто не может позволить себе, нет финансов, не может перевести платеж на систему, ну, кто не может, найдите, Лена вам скажет, кто не может, проведите это самостоятельно. Я выйду где-то 30-го или 31-го числа и дам легкие такие наметки, как это сделать самостоятельно. Но не прогуливайте те циклы, которые дает нам Вселенная, в которых мы будем укреплять себя. Кто за два года, которые со мной проходят лунные новолуния, прошли эти циклы, у них даже нет вопросов. Они каждый живет своей жизнью, они говорят, мне, блин, стыдно о том, что происходит, а я своей работой занимаюсь. Поэтому не доводите себя до панических атак, до истерии, до вот этого всего нервоза. Интоксикация уже у вас, эта информация, отключите, пожалуйста, все, что надо вам сообщать. Вам сообщают, вас найдут, если вот именно вы нужны быть, вас найдут. И рассказать вам, что и как. Вы думаете, вы успеете что-то пропустить новость? Там доллар поднялся, надо купить, доллар упал, там надо слить, там неважно что. Вы думаете, вы что-то успеете сделать в этих историях? Нет. Вся жизнь, она готовится к тому, чтобы, что бы мы ни делали, мы делаем это ритмично, согласно своим определенным планам. А по ним получать информацию какого-то из одного, какого-то общего источка, информационного, так, чтобы быть в курсе всего. и тогда оно все будет грамотно складываться. А то, как я не знаю, как вы в ушке туда-сюда бегаете со всех этих каналов, со всех этих телевизоров, смотрите, кто что-то нового сказал. Что написали, то и сказали. Сейчас у нас везде единая информация для всех, и вся. А то, что я знаю больше, чем вы в телевизоре видите, вы что, думаете, легче от этого? Не легче, работай на нагрузке больше. После вот перенесенного стресса, стресса потери, я на всех обижена, почему так? Солнышко мое. Есть такое понятие, когда женщина, она беременная, у нее специфика работы организма, эта работа, ну, как специфика, она иная. То есть у нее появляется гормон обидчивости, гормон гордыни, гордон превосходства, плаксивости, да? Вот то же самое, на моменте стресса происходит история, блокируется понимание, блокируется приятие, блокируется благодарность. И вот это состояние стрессовости, как из памяти, из подсознания вашего памяти, это же все-таки уровень ДНК, вот, у вас вытягивается, когда вас кто где обидел. Вот когда вы там маленькая, были не маленькая, вот это тоже психологи этим занимаются. Но на уровне энергии, я вам объясняю, в первую очередь, я у психологов хлеб не забираю, и у психотерапевтов тем более. Вот, откуда-то оттуда у вас была просто энергия не выпущена. Вы внутри утрамбовывали у себя, какие-то не пожалели, не доласкали, не долюбили. Энергии вот в этом месте, где должно скопиться, ее не хватает. И в момент стресса она еще больше блокируется, и вот со всех сторон начинает гулять вот эта общая такая претензиозность. Поэтому так, нервные окончания блокируют, как бы, знаете, как санкции есть, нам закрыли дороги. Вот у вас тоже самое, закрыли дороги, и поезда не ездят, не доносят эту информацию, не доносят правильные импульсы. Поэтому с этим, конечно же, нужно прорабатывать. Нужно, но это не сейчас заниматься здесь, этим вопросом. Посмотрите, пожалуйста, эфиры, корзина эфиров. Я даже не знаю, в какой момент, но в каждом из эфиров я всегда об этом рассказываю. Посмотрите, корзина эфиров должна быть у меня в закрытой группе, там где-то ищите. Вот, мы об этом, на эту тему говорили. Если у вас разболелись почки, вы начали лечение, на что обратить внимание? На процесс, как идет лечение. Любое лечение, во-первых, нужно выбирать всегда врача и чувствовать. Нужно понимать, что если вы идете в коммерческую клинику, задание у всех врачей, которые в клинике, они теперь менеджеры по продажам, у них задача вас передать от одного врача к другому врачу, то здесь коммерцию сами вычисляйте, где вас разводят на деньги, где хороший врач. Нашли врача, врач назначил хорошее лечение, продолжайте делать лечение. В этот момент времени, вы понимаете, это парный орган, почки отвечают у нас за взаимоотношения с партнерами, близкими, с кем вы взаимодействуете, где какие были недомолвки, недоговоренности или еще чего-то. Второй момент, нужно смотреть, какое именно заболевание. Если это у нас песок и камни в почках, это один момент. Если это невысказанные истории своему партнеру, знаете, как камень за пазухой, но это камень в почках, именно к ним относится. Это я лайтово прохожусь, без углубления. Следующий момент, если это глоумеронефрит, если это гнойные какие-то воспаления в почке или болезненные, воспалительные процессы, это говорит о том, что у вас еще очень давняя претензия, очень давняя форма, которую вы накапливаете, наблюдая за взаимоотношениями мамы и папы как к партнеру, вот когда у вас сформировалось отношение вообще к семье и к своей собственной жизни. Вот, проводите абсолютно лечение, рекомендую, для того, чтобы все вот эти препараты, которые вам помогли, сделали, вывести из организма, просто берите, верьте в свое собственное чудо, верьте в себя. Если есть рейки, воду делайте, по первой, если есть вторая ступень, работайте по второй ступени, а так, если ничего из этого нет, но это халатное отношение к себе, я считаю, вот, берете воду просто-напросто и читаете любую молитву, которую вы знаете, какой бы конфессии вы ни относились. Единственное прочтение, один раз, это, знаете, как называется, галочку поставить, боженька не читает, ему некогда, поэтому берете воду и начитываете определенное количество, если вы хотите почитать Акафисты, то они длинные, большие, их достаточно прочитать три раза, если это маленькие, это отче наш, не поленитесь, прочитайте 40 раз, Богородицу 150 раз, прочитали натощак, пейте эту воду 21 день, для чего? Для того, чтобы помочь, опять же, вашим почкам прогнать вот эту воду, стакан воды им плохо не сделать, но вы в этот момент времени были во внимании, а вода информационно принимает очень, на своей кристаллике, структуры, информацию, это вы для себя делаете, а для себя, мы делаем для себя лучше, как говорится, чем для кого-либо, вот полюбайте, вот посмотрите, как вы любите себя, сделайте это, и еще структурность воды, она очень долго не держится, это, знаете, как называется, а вот она вот взяла вот в этот момент времени, поэтому говорят свежим, выпили и все, это очень сложная работа для того, чтобы сделать структуру, вот мы делаем, даже вот, когда мусульманские молитвы читаешь, она читает больше 2000 раз, она как масло начинает, эта вода становится, поэтому вот так вот помогите себе в этом, в этом, тупочке, вот так, я что-то не соглашалась сейчас эти вопросы задавать, ответы на вопросы делать, по здоровью давайте завтра, вот как, например, сейчас мне задают причины повышенного давления какие-то, очень интересно, я могу по-одному, по-рассказывая об артериальном давлении, рассказать вам всю историю, понимаете, поэтому давайте мы сделаем завтра ситуацию, связанную со здоровьем, как раз подготовимся, то, что мы можем успеть сделать по здоровью, например, например, в новолуние, в те энергии, которые сейчас идут, нам дают планеты, хорошо, мои любимки, мои роднольки, и так, поэтому очень будьте внимательны, сейчас куча предложений, на тему того, что, если вы находитесь в состоянии нервоза, вам нужно пройти, и мы вас неделю проведем, на нашем вот этом, на слово марафон, после Собчака и Блиновской не хочется говорить, но марафон, каждый день будем встречаться, делать третьему, да, это очень сильно помогает, когда коллективное мышление, когда коллективная история, и вас приводит в порядок, но если вы в этот момент времени упускаете биохимию своего организма, то один из этих методов вряд ли вам поможет быть во внимании, а так практиковать нужно постоянно, не только там неделю какую-то историю, но это будет вам как бы посыл, для того, чтобы начали что-то делать с собой, из любого говна используйте, из любого хорошего используйте, вытяжки для себя, формируйте на этом то, что ваше сознание, ваш организм принимает, одним, это оливковое масло, прям блин в кайф, и они такие красивые и хорошие, а для других оливковое масло не перерабатывается, так тоже бывает в организме, и вот это самое вонючее, нерафанированное наше подсолнечное масло может у человека даже холестерин привести в такую норму офигенно, все будет хорошо, вы же уникальны, каждый из вас уникален, слышите свой организм, кто-то на картошке худеет, на пюрешках, кто-то, извините меня, яблоко съест, раздается, все-все бывает у всех индивидуальные по-разному, нет вести от родных три недели, как держать себя в руках, давайте мы предположим, я сейчас буду жестко разговаривать, давайте предположим, с вашими родными все в порядке, но вы за этот период времени, из-за того, что отсутствует информация, погубили свое здоровье, погубили свою нервную систему, и у вас не будет момента радоваться, когда они объявятся, правильно, но вы уже себя покромсали, второй момент, если с ними что-то случилось, уже с ними что-то случилось, и от того, что вы потратили свою нервную систему, свою, вот у вас психика уже на грани, вы этим самым ни им, ни себе не поможете, а вдруг им нужна будет ваша помощь, когда они объявятся, просто даже поддержать, а вы сами язык на полочке, то есть вы уже поестрепались, чем вы можете быть полезны, поэтому в данном случае, для того, чтобы укрепить себя в этой истории, нужно понимать, до получения информации я не делаю никаких нервов, нейронов даже не издаю о переживаниях о них, не посылая импульс тому, что может быть что-то очень плохое, вот, второй момент, можете находиться, отвлекать свои мысли от дурных каких-то историй, молитвой, медитация, слушайте мантры, выстраивайтесь в положении, в этом состоянии, просто прошу оберечь каждого из моих близких и родных от любой травмирующих их ситуации, пусть все будет по воле Бога, понимаете, вот она ваша помощь, а не нервничать клетки, не сжирать, вот это самое главное, то, что я сейчас сказала, запомните, если вы находитесь в таком состоянии, сразу предполагайте два выхода из ситуации, либо ничего не случилось, просто нет связи, но вы убили себя, частично, покромсали и стали бесполезными, в этой ситуации, потом еще лечиться надо, вот еще им о вас заботиться, второй момент, если что-то случилось, уже эту ситуацию не изменишь, но вам нужно будет какую-то помощь или какие-то дальнейшие действия, вам нужна будет сила, третий момент, если сейчас, может, в какой-то момент что-то случится, но вы не в состоянии, вы думаете о плохом, если вы будете в этом состоянии, в молитве, в прошении, в энергии, вы вытяните их из этой ситуации опасности, и вот так они пройдут тонко, чувствуя вашу любовь и чувствуя вашу энергию, вот оно, смотрите, любимки, я сохраняю эфир, полезностей здесь достаточно много, Любу целую, обо всем потом попозже, му-у-у-у! ПОДПИСЫВАЕТСЯ!